Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. По делам и награды. В рамках празднования 1 мая лучшим из лучших тружеников Берестейского края было присвоено высокое звание Человек-года. Церемония награждения прошла в Брестском облсполкоме. Весна 45-го года все дальше уходит в глубину лет, но память о великой победе великого народа остается в сердцах молодого поколения. Сегодня люди Берестейского края говорят ветеранам спасибо за подвиг, за мир, за свободу. Учащиеся Брещины меняют статусы от школьников к абитуриентам, которые в дальнейшем становятся студентами. В Беларуси проходит регистрация на централизованное тестирование. Главное событие недели. Почетное звание Человек-года было присвоено лучшим труженикам Брещины. Торжественная церемония чествования победителей состоялась в областном исполнительном комитете. С заслуженными наградами лауреатов поздравил губернатор региона Анатолий Лис, а также руководители структурных подразделений и ведомств. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. О людях, которыми может и должна гордиться область, расскажет Анастасия Остробко. Накануне в городе над Богом были названы имена обладателей почетного звания Человек-года. Ежегодно оно присуждается жителям Брещины за высокие достижения в труде и большой личный вклад в социально-экономическое развитие края. Слова благодарности и признательности лауреатам выразил губернатор региона Анатолий Лис. Я прежде всего хотел бы еще раз поздравить присутствующих здесь в этом зале, о вашем лице, те коллективы, которые вы поздравляете с заслуженными наградами, которые вы удостоены в этом зале, по итогам прошлого года. И пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, творческих успехов. Всего самого доброго, на благо нашей Брещины и благословения нашей Беларуси. Почетное звание Человек-года получили 15 человек. Среди награжденных хирург-онколог Марина Хорошун. Более четверти века женщина посвятила медицине. Признается, порой бывает непросто, морально. Но менять в своей жизни ничего бы не стало. Наоборот, поблагодарив за высокую награду, Марина Васильевна подчеркнула, что такая оценка труда станет дополнительным стимулом к дальнейшему развитию. Мне очень приятно, что оценили труд врача-онколога. Это одна из самых трудных специальностей медицинских. Специальность очень высокотехнологичная, которая требует больших затрат. И, конечно, то, что сегодня мы имеем условия для работы соответствующие, для того, чтобы выполнять свою работу хорошо, так, как требуется по европейским стандартам. Конечно, в этом заслуга государственной политики, в этом заслуга и той поддержки, которую оказывает областное руководство. В ходе торжественного мероприятия были названы победители соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития среди населенных пунктов, а также предприятий, организаций и ведомств Брещины. Лидер среди городов – Барановичи. Такая очень высокая награда, она налагает очень большую ответственность и в течение этого года, и в последующем, потому что, как говорят, тяжело взять высоту, но еще тяжелее ее удержать. А тем не менее, сегодня вариантов не остается, эту высоту обязательно надо будет удержать. Нет никакого сомнения, все награжденные – люди дела, люди, преданные своей работе и родной земле. Сегодня они – гордость Брещины. Гордость, которая строит, создает, производит, лещит, воспитывает, обеспечивает комфортный быт и достойный отдых, дарит хорошее самочувствие и настроение. К слову, как происходит последнее, не на словах, а на деле продемонстрировали собравшимся участники ансамбля народной музыки «Ватинанка», художественный руководитель которого Юрий Остапчук также стал «Человеком года». Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Победный май шагает по стране. И все мероприятия посвящены людям, которые 71 год назад отстояли свободу и мир на земле. Людям, которых мы с любовью называем наши защитники, наши герои. Накануне праздника Дня Победы спасатели Брещины навестили ветеранов Великой Отечественной войны. В гости к пожилым людям работники службы дня и ночи отправились не с пустыми руками. Подарили и установили пожарный извещатель. Оказали необходимую помощь, проверили исправность электрических приборов. Вместе со спасателями ветеранов посещали представители территориальных центров социального обслуживания населения, а также съемочная группа Бук-ТВ. О том, как это было, расскажет София Бережная. В канун Дня Победы спасатели стараются особым образом поблагодарить ветеранов за подвиг. Специальная акция, целью которой является забота о пожилых людях. Мероприятие не разовое. В фокусе внимания агрогородок Черни. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Мария Потаповна Спеглазова. Женщине 87 лет. Сегодня о ней заботится дочь. Приходу гостей ветеран была искренне рада. В ее адрес прозвучало немало слов благодарности и поздравлений с наступающим праздником. Спасатели поинтересовались о том, какую помощь они могут оказать Марии Потаповне, а также вручили подарки. Памятная табличка «Здесь живет ветеран» была прикреплена возле дома этой женщины. Вам большое. Данные ветераны находятся под постоянным присмотром своих детей. Это очень хорошо. Жилище довольно-таки комфортно, безопасно. Они оборудованы автономными пожарными извещателями. В Брестском районе сегодня проживает небольшое количество ветеранов. В Чернинском сельском совете их четыре. Деревня Тельмы, куда и отправились дали спасатели, всего один. Это участник Великой Отечественной войны, обладатель медали за боевые заслуги Иван Павлович Мозоль. Мужчине 92 года. В силу возраста он нуждается в особом внимании и заботе. Опеку над отцом взял под контроль сын. Гости в доме – повод для большой радости. Ветеран с удовольствием пообщался со спасателями, принимал поздравления, благодарил за подарки. Огромное спасибо, что в преддверии большого праздника не забывают ветерану. Ему очень приятно, он всегда ждет. И еще с подарками приходят, подарили извещатель. Большое спасибо. На территории области ветераны Великой Отечественной войны, по данным ведомственного учета, проживают в 1819 домовладениях и квартирах. Ветераны находятся в постоянном приоритете при проведении профилактических мероприятий в жилищном фонде. Как действовавшими, так и действующими государственной программой о социальной защите и занятости населения предусмотрен комплекс мероприятий по приведению их жилищ в требуемое пожаробезопасное состояние, связанный с выполнением ремонтов электропроводок, печного отопления, замене автономных пожарных извещателей и выводу от них сигналов на сигнально-звуковые устройства, расположенные на фасадах здания. Любопытный факт. За пять лет активной работы с данной категорией граждан в 80 домовладениях был произведен ремонт печного отопления, в 68 – электропроводки. Порядка 400 пожарных извещателей установили работники МЧС пожилым гражданам. По-прежнему задачей номер один для спасателя является оказание помощи по обеспечению безопасных условий проживания ветеранов. Она включает в себя обследование жилья, выдачу рекомендаций, а также устранение выявленных нарушений. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. Накануне Большого праздника 9 мая в гости к ветерану Великой Отечественной войны Антонине Обуховой по сложившейся доброй традиции приехали представители Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области. Своеобразное шество над ветераном они взяли несколько лет назад и с тех пор без внимания Антонину Андриановну не оставляют. Вместе со следователями в гости отправилась и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. Антонина Обухова и сегодня, как в далеком 45-м, ждет День Победы со смешанными чувствами. Вспоминая о том, как ликовал город, не может сдержать слез. Главное, чтобы не было войны. Женщина повторяет эти слова несколько раз. И становится понятно. Ужасы военного лихолетия она не смогла забыть до сих пор. Как не стерлась из памяти и радость первого мирного дня. Конечно, я жду День Победы. Ну, когда был муж, он же был у меня тоже в милиции, работал он был майор, потом подполковником уже был. Так мы с ним, конечно, ждали День Победы. Это ночью победили, а утром, ой, что тут в Бресте было. Везде на каждом углу и слезы, и песни, и пляски, и все на свете. И крики. Ура, 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 мы победили. Антонина Андриановна всегда очень рада гостям. Брестских следователей давно считает своей семьей. Каждая встреча – событие долгожданное, и происходят они не только в преддверии больших праздников. Представители комитета всегда, что называется, держат руку на пульсе. И с готовностью откликаются на просьбы ветерана. Так хочется сохранить вот этого светленького человечка, как наш Антонина Андриановна. Как хочется ей уделить внимание, как хочется дать ей понять, чтобы она чувствовала, что мы не забыли, мы знаем и помним. И безумно благодарны тому, что светит солнышко, поют птицы, поют наши детки счастливы и смеются, веселятся. Ведь это же великое счастье. И только благодаря им, низкий им поклон, нашей Антонине Андриановне, всем-всем ветеранам, пусть им Боженька даст еще больше-больше жизни. А мы будем заботиться о том, чтобы мы еще пожили хотя бы чуть-чуть, чтобы помнили, это живая история, это живые свидетели той страшной войны. Дай им Бог здоровья и низкий им поклон всем. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Удовлетворение потребностей населения в бытовых услугах является одним из важнейших направлений социальной политики белорусского государства. Помимо этого, сфера услуг является фактором экономического роста любой страны. Об этом говорят цифры мировой статистики. А потому в целях совершенствования государственного регулирования сферы бытового обслуживания населения, упорядочения учета и систематизации информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания населения, решено создать государственный информационный ресурс – Реестр бытовых услуг Республики Беларусь. Указ президента вступил в силу 1 декабря 2014 года. Напомним еще раз, что предполагает данный нормативный документ и как работает он в областном центре. Тему продолжит Лариса Осмолович. Сеть парикмахерских локон – одно из старейших в сфере оказания профильных услуг населению. И одно из тех предприятий, которое в числе первых в городе Бресте вошло в реестр бытовых услуг Республики Беларусь. Принцип завидной организованности весьма прост. Лучше работать легально, тем более никаких сложностей в оформлении нет. Так как это предписано в первую очередь законом, и мы посчитали нужным, если мы уже даем людям официальную работу, а нашим клиентам достойное обслуживание, то это была просто необходимость. Там ничего сложного не было, как наш, можно так сказать, штат сотрудников. У нас же работают не только, допустим, директоры, у нас есть юристы, у нас есть консультанты. И таковых сознательных в городе Бресте достаточно много. Они вошли в реестр бытовых услуг, и сегодня каждый желающий может найти их в интернете. Список обширен, ремонт обуви и швейных изделий, автомобили, услуги химчисток, прачечных, изготовление и ремонт мебели и так далее. У кого-то может возникнуть вопрос, зачем и кому это надо. В первую очередь на сегодняшний день это как республиканская база данных всех субъектов хозяйственных, которые оказывают бытовые услуги по республике. На сегодняшний день одна из первых статистических функций – посмотреть, сколько занимается, и в дальнейшем смотреть, кого не хватает, где нужно районы менее охвачены бытовыми услугами, более, что нужно развивать. Также в дальнейшем это будет и для учебных учреждений информация, какие специальности более востребованы, менее востребованы, что требуется, каких специалистов необходимо подготавливать. Итак, те субъекты хозяйства, не оказывающие бытовые услуги, просто обязаны, если еще не решились на этот шаг, зарегистрироваться в вышеуказанном реестре. Следует отметить, что база информационного источника постоянно пополняется, поскольку сделать это весьма просто и совсем бесплатно. Субъекты хозяйствования, оказывающие бытовые услуги, должны зарегистрироваться в реестре бытовых услуг. Основанием для внесения сведений в реестр бытовых услуг субъекту хозяйствования необходимо подать заявление в Управление экономики Брестского госполкома. Факт субъекта, оказывающего бытовые услуги, подтверждается свидетельством, выдаваемым Министерством торговли. Данный документ выдается в виде электронного документа путем передачи через единый портал электронных услуг уполномоченному органу для последующей выдачи субъекту, оказывающей такие бытовые услуги. В целом за прошлый год порядка тысячи субъектов хозяйствования внесли сведения в реестр бытовых услуг Республики Беларусь. В этом году работа продолжается, и уже за три месяца тоже около двухсот субъектов подали заявление в реестр. Сотрудники Московской налоговой инспекции, обратившимся, напоминают еще об одном важном нюансе. В случае каких-либо изменений или дополнений в ранее поданное сведение, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны внести поправки, подав заявление в уполномоченный орган. Заявление подается в течение одного месяца со дня наступления таких изменений, дополнений или исключения субъекта хозяйственного из реестра бытовых услуг. Плата за такие услуги не взымается. За нарушение порядка оказания бытовых услуг предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафных санкций на индивидуального предпринимателя от 20 до 200 базовых величин, на юридическое лицо до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного от такой деятельности. Вывод напрашивается сам собой. Стремясь развивать бизнес, следует соблюдать нормы законодательства. Лишь тогда можно быть спокойным за свое дело. А авось и как-нибудь до добра не доведут. Продолжаем говорить об интересном, важном и актуальном. В Беларуси проходит регистрация на централизованное тестирование. Как и в прошлом году, пройти эту процедуру абитуриент может в одном городе, но при этом оформится для сдачи экзамена в других населенных пунктах Беларуси. В Брестской области уже активно работают четыре таких центра. Два в городе Надбугом, по одному в Барановичах и Пинске. О том, насколько активно проходит регистрация в этом году, а также как готовятся выпускники 2016-го к одному из главных экзаменационных испытаний в своей жизни, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Только прочные школьные знания могут стать базой для поступления в высшее учебное заведение, уверена выпускница Брестской гимназии номер один Мария Стрельцова. Если школьные годы были плодотворными, насыщенными образовательными и познавательными мероприятиями, уроки были выучены и закреплены, значит аттестат будет хорошим, а вступительные испытания не столь сложными. Сегодня, когда до выпускных экзаменов и централизованного тестирования осталось всего ничего, Маша старается как можно больше уделять времени профильным предметам. Сейчас вообще подготовка очень напряженная, готовишься, стараешься, чтобы набрать как можно больше баллов, учителя всячески в этом поддерживают, ну в общем стремишься к своим целям, чтобы поступить, и я считаю, что это один из самых важных месяцев и периодов вообще в моей жизни сейчас, на данный момент. Для Маши, как и для нескольких тысяч выпускников учебных заведений Беларуси, вступительная кампания уже началась. Один из основополагающих моментов – регистрация на централизованное тестирование, которое начнется в стране уже 13 июня испытанием по белорусскому языку. Желающих получить высшее образование в этом году оказалось немало. На сегодняшний день примерно около полутора тысяч уже есть регистрации, то есть человека тестов. Активность по сравнению с прошлым годом возросла. Ребята идут, интересуются, регистрируются, поскольку регистрация у нас продлится до 1 июня. Естественно, в общем-то, я, может быть, всем посоветовал, что, в общем-то, тоже не тянуть до последнего дня и прийти вовремя пройти регистрацию. Для того, чтобы получить заветный пропуск на централизованное тестирование, абитуриенту необходимо до 1 июня пройти процедуру регистрации, которая начинается с оформления заявления. Поступающий должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, либо справку, выданную в случае их утраты или хищения. После подачи заявления абитуриент получает у работника пункта регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании. Процедура или алгоритм следующий, то есть абитуриент приходит к оператору, получает лицевой счет и после этого идет оплачивает регистрационный взнос, который составляет 21 тысячу. После этого возвращается к оператору и получает три пропуска. Вот только после этого считается, что он прошел регистрацию. Это единственное изменение на текущий год по сравнению с прошлым. Только после прохождения централизованного тестирования, имея на руках сертификат и результаты, поступающие могут отправляться в ВУЗы. В этом году абитуриенты двух высших учебных заведений областного центра будут подавать документы для участия в конкурсе на зачисление с 8 по 14 июля, а дополнительные внутриуниверситетские испытания стартуют уже 15-го. В этом году оба ВУЗа расширили перечень предлагаемых специальностей и уже ожидают своих будущих студентов. На факультете заводчинного обучения мы открываем специальность автосервис. Такая специальность есть у нас на дневной форме обучения, на машиностроительной факультете теперь будет и на заводчинной форме обучения. Помимо этого, в этом году мы вновь будем осуществлять набор на специальность строительного факультета сельское строительство и обустройство территорий. Эта специальность была у нас открыта, но в прошлом году мы не набирали на нее. Однако, наряду с такой специальностью, как милиарация водного хозяйства, сельское строительство и обустройство территории острова стрибленно в республике. В 2014 году мы открыли две новые специальности по первой ступени высшего образования. Это специальность социальная педагогика и специальность компьютерная физика. По магистратуре мы открыли специальность веб-программирования и интернет-технологии. В 2015 году мы открыли специальность история по направлениям археология и политология. И две специальности магистратуры – инновации в обучении иностранным языкам, инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства. Также по магистратуре была открыта специальность психологическое консультирование и психокоррекция. Ну а уже в этом году мы впервые будем проводить набор на новую специальность первой ступени высшего образования – логопедия. И новую специализацию медицинская психология, специальности психология. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Что такое режим дня и основы здорового питания? Как распознать признаки наркотической или алкогольной зависимости? И сколько канцерогенов содержится в табачном дыме? На эти и другие вопросы предстояло ответить участникам ежегодной областной олимпиады по здоровому образу жизни, которая в 20-й раз прошла на Брещене. Ее организаторы – Управление образования облсполкома и Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – проверили знания учащейся молодежи на предмет рационального питания, профилактики заболеваний и укрепления здоровья и других аспектов здорового образа жизни. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. В юбилейной 20-й олимпиаде по здоровому образу жизни приняли участие 74 учащихся Брещены. Все они победители районных этапов. Некоторые из них уже не первый раз пробуют свои силы в интеллектуальной борьбе. Другие, как Екатерина Дебелая, – новички. Сожеклассница очень внимательно и скрупулезно готовилась к испытаниям. Изучала задания предыдущих лет, студировала книги и энциклопедии медицинской тематики. Если не волноваться, то все получится, уверена Екатерина. К слову, интерес к теме здорового образа жизни у школьницы не случайен. В будущем она планирует стать студенткой медицинского вуза. Мне очень интересны темы растения и грибы в жизни человека, потому что ты иногда не замечаешь, мимо каких полезных растений ты проходишь, и как их можно использовать в жизни. Ну и, конечно, психоактивные вещества, так как эта тема сейчас очень актуальна, многие люди подвержены влиянию окружения, так сказать, и подвергаются риску возникновения заболеваний, связанных с психоактивными веществами. Мне хочется вступить в медицинский институт, потому что хочется как-то быть полезной людям, и вообще мне эта тема очень интересна. Брестская областная олимпиада по здоровому образу жизни – единственная в стране. Поэтому организации проведения мозгового штурма, а олимпиада проводится в форме тестов, уделяется большое внимание. В частности, при составлении заданий вопросы строятся таким образом, чтобы к ответам можно было подходить творчески, использовать и знания, и жизненный опыт. Организаторами данного мероприятия составлены тесты по нескольким направлениям. Сюда относятся вопросы профилактики употребления психоактивных веществ, это вопросы рационального питания, это вопросы в целом по сохранению здоровья и профилактике заболеваний, по профилактике инфекций, передающейся половым путем, и ВИЧ-спида. Главная задача олимпиады – не только проверка знаний подростков по различным аспектам здорового образа жизни. Для них это возможность приобретения практических навыков и умения применять их на практике, научиться принимать правильные решения в той или иной ситуации, связанной с безопасностью для жизни и здоровья. Это мероприятие, 20-я олимпиада, это целая уже история, она действительно представляет собой такую мотивирующую организацию для детей, что позволит им в будущем выбрать и правильный выбор сделать, и в самом деле быть успешными, потому как здоровье – это фундамент для успешного развития каждого ребенка. Главная задача олимпиады будут награждены дипломами управления образования, обл. исполкома и по ощутительными призами, а также грамотами Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Буканович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ», в эфире нашего канала у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай», а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 8 мая погоду в Бресте обусловит антициклон с центром над Латвией. Скажется влияние и атмосферного фронта. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений. Ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью, плюс 10-12 градусов, 21 градус тепла днем. 9 мая погоду будет определять атмосферный фронт. В Бресте днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточного направления умеренный. Будет тепло, воздух ночью прогреется до 12 градусов. Максимальный температурный фон дня – 19-21 градус.